Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Эжен Фромантен, Эжен Самуэль Огюст Фромантен Дюпе. Французский живописец, писатель и историк искусства, представитель романтизма. Я пользуюсь переводной википедией. Родился в Ларошелле 24 октября 1820 года. В 1839 возрасте 19 лет отправился в Париж, где планировал изучать право. Но, увлекшись изобразительным искусством, стал заниматься в мастерской художника-пейзажиста Николе Луи Каба. Первоначально Фромантен писал о самом пейзаже. Но с 1845 года начал выступать так же и как критик, публикуя обзоры текущих салонов. Неоднократно путешествовал в Алжир, посетил районы, где до него не был ни один художник-европеец. В 1852 году сопровождал археологическую миссию. Под влиянием этих поездок его живопись приняла ярко выраженный романтико-ориенталистский характер. В этих поездках родились и первые художественные литературные произведения Фромантена. Его путевые заметки «Лето в Сахаре», «Год в Сахеле» пользовались большой популярностью. В 1847 году участвовал в Парижском салоне. В 1863 опубликовал свой единственный роман «Доминик». Побывал в Венеции, в Египте. С этого времени в его живописи стали появляться не только алжирские, но и венецианские и египетские мотивы. В 1875 году совершил поездку в Нидерланды, где знакомился с творчеством голландских мастеров живописи. По возвращении опубликовал свое наиболее известное произведение по истории искусства. Книгу «Старые мастера» 1876 года. Узл Романтен Лорошили 27 августа 1876 года в возрасте 55 лет. Вот так вкратце из переводной википедии о французском живописце, писателе, историке искусства, представителе романтизма Эжен Фромантен. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова